Привет, народ! И сегодня у нас Resident Evil. Я немножко соскучился, я знаю, сейчас много играю в Mass Effect, а всё почему. Очень ждал, очень ждал, обожаю RPG. Вот со времён, наверное, Ведьмака я не был, не то чтобы настолько на хайпе, но, чё, со времён Ведьмака как-то хотелось чего-то такого. И Андромеда это отдушина для любителей RPG, такое вот. И всё-таки отличие я хочу, хочу немного разнообразия, и я очень давно хочу опробовать с вами новую тактику, про которую мне говорили. Во-первых, мне дали совет, может быть, ещё были советы, я читал комменты пару дней назад. Был совет. Качай прессы, не надо качаться в коррозийное, не надо открывать все двери, качай прессы. Окей, попробуем. Насчёт пистолета я тоже решил, что вначале используем пистолет. Мы сэкономим так и на здоровье, на лечилках, но и при этом пистолет израсходуем, потому что вначале он тащит, а потом он не нужен. Там буквально второй, третий, далее раунды он просто не работает. Попробуем, так, давайте, ребят, попробуем так, давайте попробуем набрать 500 лайков на этом рынке. Это совсем немного. 500, может быть, это поможет, может быть, это поможет мне. То есть, может, не в этот раз так, хотя, чёрт возьми. Я должен верить в себя, никакого следующего раза. Победа будет сейчас! Наушники, кстати, до сих пор классные, до сих пор мне просто заходят идеально. Итан Маздаем мы с вами добьём ещё, попробуем. И Капком прояснил одну ситуацию, я не думаю, что это достойно отдельного видео. Вы знаете такую теорию, что Итан у нас... Не Итан, а... Хотя, да, Итан. Итан у нас видел не Криса Рэдфилда, который выходил из вертолёта и сказал «Я Рэдфилд!» А видел Ханка, многие верят в эту теорию. И Капком официально заявили, что «Нет, ребят, вы ошибаетесь, это, чёрт возьми, Крис Рэдфилд». А выглядит он немножко по-другому, потому что мы взяли какую-то модель на его роль, и типа это слепок с лица модели, имя забыл. И поэтому он выглядит по-другому. Ну и к тому же движок, ну и всё такое. Но они подтвердили, что это не Ханк, это реально Крис Рэдфилд. Дополнение с ним, вот хрен его знает, когда мы увидим. Весна, понятие растяжимое. То есть апрель-май это тоже весна, понимаете? У вас март подходит к концу, где Resident Evil... Вот где, вот где, вот отношения Капкома. Ни одних новостей. Может быть реально большое дополнение будет? То есть хотя бы часика на три хотелось бы. Чёрт, сегодня на победу идём. Чёрт, давайте сегодня на победу. Чёрт, нос, нос продолжает барахлить. Ещё, ещё есть мысли. Я думаю, можно попробовать на ПК будет пройти этот уровень. Если вот сейчас не получится, я решил, что я попробую сыграть на ПК. И опробую, кстати, новую мыши-клавиатуру. Мне, скорее всего, их привезут. Вот наушники мне привезли попробовать, и чёрт, они заходят. И мне, меня попросили, мой адрес вновь сказали, что чё-то ещё будет. И я такой, наверное, мыши-клавиатура. То есть что ещё они могут привезти? Может коврик какой, я не знаю. Коврик буду ноги вытерть. Ладно. Мы решили, вначале берём вот это. Вот это. А остальное вкладываем. На самом деле прокачка пистолета... Ну чё тут дорого. Давайте, ну здоровье, оно пригодится. И улучшение лечения тоже. Я понимаю, что это как бы 250 мимо кассы, но окей. Рискнём. В принципе, первый раунд, тут риска немного. Всё, нормально, справимся. Я справлюсь, нормально. Так, надо врубать второй пресс. И всё-таки я корозику куплю, но потом уже, наверное, где-то под конец. Где-то когда уже раунд, это, третий будет. И вот мы корозику используем, чтобы открыть проход дальше. Вот во второй С, где там ещё штука и где ещё стол для закупок. Потому что открывать столик, который там находится, вот, не столик, а как у... Ну, пресс, вот там, за той дверью, в принципе, без столика. Так, я кого-то слышу. Очень, кстати, ещё хочу лампу купить. Это тоже скоро всё будет. Вообще, сейчас приятно. Раньше я всё ждал месяца, а сейчас очень много нового. Очень много нового, это классно. Будет... Какая новая... Ух ты. Где же чайня? Мебель. Вот ты. Ух ты. Петух. Ну-ка, отвял. О, чёрт. Надо было патроны купить. Я про патроны совсем забыл. Я думал, они комплектом идут. И они как бы идут комплектом, но их мало. Иди нахрен. Отвалил. Нормально. Первый раунд. Евген ещё расслаблен. И кажется, таким милым и безобидным. Он ещё не пробовал крови. Чёрт тебя. Они так стрёмно топают в этих наушниках. Можно обоссаться просто от их топота. Парень. Да, молодец. Спасибо. Так, теперь нужно добраться до... Этой штуки. Просто... И вас двое? Ха. Твою мать. Ну, нахрена вас так много? Евген бегает кругами ради выживания. И сейчас он расплавится и передо мной появится. Вот почему я патроны купил? Вот Евген опять намошнил. Вот мог по-нормальному подготовиться. Но нет, он жадничал. Жадность. Жадность была прямо сейчас, когда я взял патрон пистолетный. Окей, и окей, и ещё. И вот так вот, чтобы вообще спокойно жилось. Парень, ты где? Он стоит, сзади, он сзади. Чёрт, их двое! Он жив? Чё, думал, в голову попаду. Патронов дохрена. Опять я себя в угол загнал. Я молодец! Ну, не умею я без загонения себя в угол. Не умею, чуваки. Ну, просто вот Евген не может. Мне кажется, я на первом раунде сейчас просто умру. Ребят, вы мертвы? Порадуйте, пожалуйста. Ох, ты ещё один. Также я не терпеть не могу этот коридор. Сапнул меня. Иди сюда. Просто мне кажется, что, ну, может, на ПК-версии я смогу. Просто пара хэдшотов, понимаете, и проблема решится. Но на геймпаде хэдшотить это такое. Это не всегда легко. Чё, сколько тут трупаков лежит? Я, кстати, слышу, что кто-то топает. В этих научниках ты слышишь всё. Кстати, ссылка на их в описании. Что вибрирует? Ты вибрируешь? Это падла вибрирует и пугает меня. Окей, ещё пистолетная. Как думаете, купить драбадан прямо сейчас, чтобы было? А давайте на всякий пожарный, вот на крайняк. Если будут проблемы у нас. Это мои шаги? Да, это мои шаги. В ботинках тут только я хожу. О, вот это мой любимый коридор. Коридор смеха и слёз. Иди сюда. Ох, у вас двое. Отлично. Да блин, я хочу выйти. Вот для этого я взял. Друбовик! Сука. Чё так, зима? Мне кажется, уже началось неудачно. Привет, ребят. Так, хочется сказать, привет, народ. Пришло время записывать новое видео. Фу. Вот Евген в суициде. Каун просто взял, взорвал бочку перед собой. Он просто не умеет по-другому. Может быть, я зря вначале экономлю. Может, я всё-таки, конечно, слишком пытаюсь сэкономить. Может быть, нет. О, здорово. Постой, всё? Да, некоторые из этих тварей слишком просты. Ух ты, здорово! Ух ты, тварь! Привет! А, тварь, она сзади! Чё-то всё очень стрёмно. Привет. Ух ты, ух ты. Ай! Не! Да, блин, бери ты, чёртов нож! Всё, чуваки, набираем боеприпасы. И сколько мне заплатят? Две. С четыреста. Причём, там должны были набежать ещё. Там должны были ещё набежать. Может быть, я слишком сэкономил? То есть, я никак не могу найти этот баланс между экономией и жадностью. Пистолет можно выбрасывать, чуваки. Всё. На все последующие раунды он практически бесполезен. Теперь, я думаю, стоит взять ППХу. Даже не думаю. Я знаю. Улучшение прессов. Да, все деньги потрачены. Евген, молодец. Но мы ничего. Сейчас прессы начнут быстрее молотить, и мы нормально так намолотим. Возьмём. Ну, пистолетный уже дорого, понимаете? Уже 170. А вот патроны... Ух ты. А патроны-то тоже дорогие. Ну ладно, так лучше. Гильзы. У нас вообще есть или лечилки нет, кстати? Кстати. Ну, то есть, получается, играем до смерти? Ну, посмотрим. Я, в принципе, даже перезапущу, наверное, если мы быстро умрём. Потому что я, как бы, не хочу сделать прям совсем разочарование. Я не хочу стать разочарованием. Ух ты. Ух ты. Постой, сзади. Слева. Сзади. Ух ты. С этого зана. Я, честно, его не видел. Иногда хрен поймёшь, живы они или нет. То есть, он вроде как живой, но вроде и не живой. Меня напрягает, что у меня вообще нету хилок. Уйди. Господи, какие приставучие. В Разный Телу Ноль вы не такие? Вас, вернее, там вообще нет. Слава богу. Я, кстати, в Разный Телу Ноль дошёл до нужного нам места. И думаю, что скоро будет серия. Пока что меня останавливает только Андромеда. Потому что... Ну, как бы она новая. Мне хочется сейчас с Андромедой потрахаться. А потом уже, когда с Андромедой всё, это будет, в принципе, скоро. В ближайший день-два. То, я думаю, мы с вами перейдём к старому доброму резиденту. И, в принципе, там много всяких интересных штук будет. Двадцать седьмого и восьмого выходят совы кучи интересных ДЛС. Которые, как минимум, интересны мне. В момент ка... Да, Евгену что-то интересно. Уходи. Дробобиль-то классно звучит у этих научек. Он такой бойкий, мощный. Просто чувствуешь, что ума через уши. Эх, не в голову. Ты жив? Нет, явно нет. У нас, как всегда, нет аптечки. Я всё-таки потрачусь. И немножечко гильз. Привет. Эх, ты чёрт. Я не могу попасть. У меня семь патронов. На топ-ппхе несколько патронов. И на топ-ппхе много патронов. Правда, для таких, как я. Нервных, которые не могут попасть. Немножко промазал. И да, я знаю, это звучит легко. Стреляй в голову. Что-то сложного. Вот на этой штуке это сложно. Как бы это естественно усложнее. Я думаю, что в следующий раз мы попробуем на ПК. Я не то чтобы не верю, что я посправлюсь. Но есть у меня чувство некой неполноценности. Нет, замедлит парней. Чёрт, у меня ноль. Как быть-то? Ребят, спускайтесь ко мне в подвал. У меня уютно. О, чёрт, Джек. Мне кажется, я опять факапнул. Я не знаю как, но... По-моему, я снова всё испортил. Там же следующий будет, нет? Нет, больнее всего здесь всё-таки мне. Чёрт! Мне кажется, Джек меня сейчас скорее убьёт, чем я от него уйду. Чёрт, не могу пройти. Пусти. Джек, мне надо... Ну, Джек, ну больно ведь. Джек, мне не нравится. Я вроде как пытаюсь сэкономить, но мне кажется, что в итоге я трачу больше. Я не понимаю, как так происходит, но... Это факт. Гильзы. Давайте попробуем пока дробевиком его отпугивать. Потом будем брать уже магнум и прочие радости жизни. Ха, может улучшение здоровья? Нет, мне аптека скорее пригодится. И, пожалуй, ещё патроны. Да. Ах ты! Я не видел его. И не слышал, он так подкрался. Неудивительно, босыми ногами. И, пожалуй, неудивительно, босыми ногами. Давай, Джек! Не надо! Ди! Может, это его замедлит? Да, замедливай! Я просто впился в стул! У меня вообще ничего нету. Да хватит! Ну, Джек! Мне кажется, что чем больше я пытаюсь играть, тем хуже я играю. Я не знаю, почему так происходит. Но мне кажется, что я играю всё хуже и хуже. Не уходит такого чувства, что с каждым разом получается всё хуже? Я как бы стараюсь делать лучше, но выходит, как всегда. И как бы самые первые разы, когда я просто пытался пройти, даже ничего толком не знал хитростей никаких. Чёрт возьми. У меня бы выходилось... Выходилось. Выходило выживать лучше. Я не знаю, почему так. Но обычно первый раз, знаете, всегда такой хороший. Сочный. Как думаете? Ладно, будем держать. Мы не сможем хилку себе купить, чуваки. Я не знаю, почему так. Готово так. Вопрос там... Ух ты. А мне есть его куда положить? По-моему, нет. Нет, нету. О, чёрт, мне придётся залезать в менюху. Да блин, у меня нет ресурсов. Он умер? Что с ним делать? Ладно, Джек, раскалённый нож. Мне кажется, что новая тактика не заходит, чуваки. Не у кого нет такого чувства, что новая тактика не сработала? Или сработала? Ну, блин, ну он просто на грани поражения. Серьёзно, на грани поражения я выиграл. Меня просто напрягает полное отсутствие у нас ресурсов. Но чёрт. Число убитых, правда, маленькое. 3100. Отлично. Мы выжили. Я думал, будет перезапуск. Я думал, мы будем играть сначала сейчас. Но нет, мы выжили. Я думаю, может... Нет, мне нужны патроны, друзья. Оно совсем... Я просто совсем беззащитный ягнёных сейчас. Я совсем ничего не могу сделать. Эти патроны. Эти патроны. Больше, больше этих патронов. Я думаю, пора купить магну. Я не знаю, как объяснить этот феномен, но когда я играю в выживание, мне приносят пиццу. Я не знаю, просто там приходят. Лиза даже спрашивала, как выглядит курьер, потому что я его ни разу не видела. И для неё он как бы не существует. То есть, понимаете, в тот момент, для неё пицца просто оттелепортируется из ниоткуда. Из-за поднебесной возьму адреналинища и аптечку ещё одну. Потому что, чёрт возьми, мне нужно как-то выживать в этом суровом мире. Что вообще делать? Как ещё быть, чуваки? Потому что у нас всё очень плохо. У нас, по сути, два вида оружия. И я думаю, нормально. Я думаю, мы справимся. Кстати, ещё что-то стоит, нет? Показалось. Показалось, что что-то стоит. Я пока что, может быть, джайничаю самым малым. Но, по-моему, этот раунд нетрудный. То есть, это раунд номер три, по-моему. А, чё, тут будут те парни, которые плюются. Я думаю, они резут из пола. Мне кажется, справа кто-то есть. Пэтменка, надо было просто довериться своим инстинктам и бежать. Слева сто процентов слышу кого-то. Да? Нет? Пока нет. Он там может быть за углом, где я его не вижу. Сзади. Уходим. Ребят, выходите сюда. На свет, мрази. О, чёрт. Надо было тебя дождаться. Ты опоздал на вечеринку, сука. За это получай дробь в лицо. Отлично. Уходим отсюда. Нафиг. Во. Привет. Пока. Блин, так-то происходит, чуваки. Но всё-таки я чувствую, что без ПК. Мне интересно, кто-нибудь из вас проходил от режим до конца, потому что мне пока что дико не везёт. Давайте возьмём зажигательные, а они слабых дешёвые. Такие выступы поражают не совсем мощным токсином. Ух ты, а давайте их возьмём, они тоже дешёвые. То есть, из чего исходит и Венка, а бьёт боеприпасы? Они дешёвые. Улучшение здоровья. Оно дешёвое, а улучшение дробовика. Оно просто необходимо, потому что иначе я сдохну. Просто нахрен не выживу. Что-то загнался. Ух ты, здорово. Мечты о побеге. Чувствую, что я не оправдаю. А-а-а, опусти, он меня просто зажал. Мне кажется, мы очень часто пользуемся хилками здесь. Как вы помните, тут бесполезно что-то пытаться сделать. Нервно-политически я оставлю на самый конец, и она прям вообще жесть ситуацию, потому что они... О, здорово. Они, по-моему, с уроном не дружат, то есть, и не наносят какой-то урон. Они, скорее, служат для остановки противника. То есть, есть противник, он не даёт тебе покоя. Ты его остановишься и потом ножичком обрабатываешь. По-моему, так-то и работает. Ух ты, там ещё засранцы. Уходи. Что-то я ему не в голову попал. Потратили патрона? Почём заря-а-а. Ну-ка, парни. Что-то сорян, что не на тебя потратился. Без этой штуки мы не сможем. Да? Так, она сейчас взорвётся. Всё нормально. У нас ещё есть патроны. Спасибо. Прикрой меня сзади, пока я беру боеприпасы, Долли. Всё хорошо, всё отлично, всё отлично. Вы спросите, почему Евген так часто заказывает пиццу? Потому что Евген, как бы, хочет делать видео, а не готовить. Потому что готовлю я. И если Евген будет готовить... Или Евген любит готовить? Евген любит очень жарить еду. Моё любимое занятие, это вообще мясо жарить. То есть я обожаю запах жареного мяса. Нет ничего лучше, чем поджарить... Котлету из... Мраморной говядины. Получай мраморной говядины. К сожалению, там, где Ашу, другой не продаётся. У нас есть только мраморная говядина. Я не знаю, я, видимо, живу в каком-то элитном месте, но у нас нет простой говядины. То есть всё, что можно купить, это фарш и крутую говяжью котлету. Всё, другого нету. Тут момент, когда у тебя есть фигурь между дерьмом и конфетами. Ты выбираешь конфеты, потому что дерьмо невкусное. Ну и потому что ты его уже пробовал. Я просто ел конфеты. Ну, знаете, те из Гарри Поттера, Барти Боттс. И, знаете, те, что со вкусом дерьма, не очень. А, победить всех врагов. Это же мое любимое. Чёрт, чувак, тебе оторвало руки? Ты всё, продолжаешь на меня выёбываться? Прочь. И да, нам нужно отсюда уйти, причём срочно. Гильза. Пошли, пока мы успеваем. Отлично, начинается. Чуваки, придётся вот так, придётся забегать сюда. Мы уже не выйдем. Но пока что нет. Может, если нервно пролететь... Не, мы не успеем их вставить. Вот чё вопрос. Быстрее, быстрее, быстрее. Опа, на, я убежал. Ещё и пресс оставили, отлично. Вы внутри ещё, парня? Уходим, уходим отсюда. Ну, здесь тоже место, кстати, не очень для укрытия. Понимаете, тут стоит взрывчатка у двери, но мы с ней особо ничего не сделаем. К сожалению. Здесь, наверное, никого случайно не занесёт. Такое ощущение, что отсюда кто-то попрёт. А, нет, вы двое там. Ну и отлично, подходите ближе, я уставлю взрывчатку, я пока поприкрываюсь. Ребята, идём сюда. Молодцы! Всё, как вы, чёрт возьми, меня заляпали. Хм, у меня есть вот это. Хотя против них, насколько я помню, неэффективна эта шняга, но окей, пойдёт. То есть, понимаете, на безрыбье и рак рыба, нормально, пойдёт. Рыбы нет, будем кушать всё, что угодно. Пока что всё есть. Пока что всё есть. У нас ещё есть адреналин. Всё не так уж и плохо. Мне нравится. На следующий раунд. Дорого. Не очень дорого. На следующий раунд вообще беру магнум и просто буду херачить. Потому что другого выхода нет. Всё остальное дорого. Не, ну мы можем, конечно, купить, но мы просто потратимся, почём зря и как бы зачем. Мне ещё корзины надо будет купить. Открыть проход. Дорого стоит. Тут, скорее всего, тысяча, да. Это магнум поставить. Ух ты, ребятки мертвы. И у меня остались патроны, я не совсем изранен. Ну такой. И, кстати, не, нормально, нормально. Пока что моя тактика более-менее работает. Сейчас лёгкий раунд. Он, по-моему, заканчивается буквально за, ну, несколько минут. И вот здесь ППХ подойдёт. Идеально. Сколько стоит следующая прокачка? 4К. Мне кажется, мы не прокачаем 4К. Хотя, с другой стороны, можно попробовать сейчас качнуть 4К. Попробовать проехаться на дешёвых... Ну, они не то, чтобы дешёвые особо, но окей. Патроны. Дешёвых патронов. Попытаться проехаться. Прокачать прессы до максимума. Чтобы зарабатывать 3 раза больше всего, что мы зарабатываем. Потому что у нас есть сейчас патроны. Мы вполне можем, в принципе, вытянуть. И попытаться вот здесь выстоять. Потом уже на прокачанных прессах попытаться пройти дальше в следующую комнату. Просто мне немножко некомфортно, учитывая, что нет помещения следующего. Потому что там очень можно было хорошо держать позицию. А сейчас их будет очень... Их будет до хрена просто. До хренища сейчас. И я не знаю, как я тут буду себя ведь чувствовать. А их будет до хренища, они будут злые. Просто как черти. Понимаете, в этом проблема. Их до хрена, они злые. Я же сказал, до хрена, и они злые. Да блин. Всё, ребят, отправляемся в ад. Что-то мне кажется, я зря окану. Давайте возьмём, потому что иначе никак. Я не смогу, я её просто не выдержу. Пора брать и магнум. И, пожалуй, ещё патроны к нему. Нет, там есть, конечно, базовые. Вернее, базовые это один патрон. Никакой жалости, я знаю. Это что, голова собаки Павлова? Что-то мне вспомнилось. Книга, которую я читал в детстве. Это голова профессора. Я забыл, как его звали. Будем знать её, Тролала. Голова профессора Тролала. Была прикольная книга, кстати. Чёрт точно. Так, я знал, что получу по щам. Я же сказал, они дико злые вообще. Нереально сражаться, чуваки. Вот отсюда в сюжетке выскакивал. Засранец. Тут у вас стрёмно. Пробираемся дальше. Мне кажется, мы проиграем всё-таки. Не знаю, как-то... Раньше было менее напряжно. То есть, может быть, тактика была хуже, но напряга была меньше. Почему-то сегодня с новой тактикой я чувствую очень напряжённость. Хотя мы прошли быстрее. По времени мы, кстати, быстрее справляемся. Так что, может быть, я не совсем прав. Или не прав. Чёрт, он бежит за мной. У меня только нервно-паралитическая нож. Мне это не устраивает. Понимаете, господи. Я слышу очень быстрые шаги, меня это пугает. В этих наушниках становится страшнее, потому что ты начинаешь слышать все эти шаги от вдалеке. И они такие противные. И становится очень страшно. Пистолетные патроны. Топливо для горелки. Блин, горелка вообще бесполезная вещь. Серьёзно. Я не знаю, против чего её можно применить. Может, против... 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 Блевунов? Против чего эффективно горелка, ребята? Мишите в комментах. Я... Может быть, смогу её применить. Пока что тактика... Блин, я даже купить ничего не могу. То есть, всё настолько плохо. У меня есть магнум, но... Блин, тратить магнум сейчас, то как бы такое. Мне кажется, лучше уж вот так поступить. Да последний сатан. Чёрт тебя за ногу! Всё, чуваки. А-а-а! Я не хочу адреналин тратить. При этом, сделать-то больше я ничего не могу. Вроде бы. Просто они прутут отовсюду, и у меня нет оружия. Может, не жадничать? Может, последний патрон потратить? Ладно. Запихну эту. Ну, знаете, взял, что было. Пока держимся. Там пресс внизу, может, что намолотил, но я предпочитаю пойти к проверенным прессам. Ух ты, чёрт. Не, чуваки, мы проиграем! Почему их... Ууу! Почему их по 10 штук тут напихалось? Пистолет отгоняй! Пистолет отгоняй! Последний патрон потрачен. Я молодец. Евген жаден, он держит нервно-паралитический дофинал. Но я чувствую, опять проиграем финал, потому что, я не знаю, как-то вообще вся игра потная была сегодня. То есть, обычно всё идёт не так потно, и как-то легче, легче. Только к концу тяжело. А сейчас мне было тяжело практически всё время. Я всё время испытываю какую-то тяжесть. Опять я ничего не могу купить, ладно. Если что, у меня есть нож. Типа вот так. Может быть, всё-таки в циркулярку стоит вложиться? Мне кажется, циркулярка не так уж и плоха, то есть... Может, от неё реально будет толк? Нам нужны патроны, чуваки. Всё равно как-то даже с прокачкой не особо набираются эти штуки. Не особо получается пресс как следует поднять. В первую очередь, нам нужны патроны. Я бы взял... Чё, гильзы дорого. Это дорого. А что вообще... Что вообще недорого? Что вообще стоит своих денег? Давайте возьмём для... Эмм... И... Вот так, да. Чтобы можно было не перезаряжать. Из-за музыки, я вообще, кстати, не слышу, откуда они идут. Я слышу, что сзади... Вот, ну, почти сзади. Да, я, кстати, был прав. Сзади... Ох, ты ещё 900. Отлично. В тот момент, когда нашёл 900 рублей в кармане... На тебя прут два... Здоровяка. Что-то он запутался. Ну и слава богу. Что-то у меня совсем патронов, что ли? Нет, ребятки. Фу. Главное не мазать, блин. Патроны дорогущие. Там вроде как бонус с конца раунда нормальный. Ещё будут? А, здорово. Чё, встать хочешь? Манка, ты экономишь. Хотя, может быть, и не стоит. О, сколько вас много. Я думаю, это уже конец. Как они выдерживают магнума, а? Ух, пошли дальше. Чёрт, я забыл отпереть. Твою мать. Ух, они арно-правитически тоже урон наносят. Сколько мы получим? Да всего-то! А, мне пыталось тысяч. Тысяча пицц, но это мало. Ну, чуваки. Как думаете, выставим последний арнот? Мне кажется, нет. Я почему-то не верю в себя. Может быть, это пестимистичный настрой, но, чёрт, я в себя не верю. Выстаивать будем вот в том цехе. В принципе, нет. У нас есть ресурсы, давайте закупимся. Потому что, мне кажется, мы сможем. У меня есть такое чувство. Чё-то заперто. И мне, чё-то, добежать надо. Ну, ПП-ха нам уже вообще без нужды. Ножичек хоть отбиваться будем. В последних потугах. Мне не очень нравится, что эту дверь закрыт. Надо было открыть сразу. Я как-то подумал, окей, потом как-то... Нормально. Напоминаю, я ещё ни разу на этой сложности не проходил выживание. Ни разу. То есть, это для меня будет первая попытка вообще. Ну, как, попытка не первая. И выживание будет первое. Если я выживу. Жека двери нельзя закрыть. Так, пистолет, кстати, ещё стоит. Там внизу ещё есть пистолеты. В принципе, на них стоит сэкономить ресурсы. Там с Жеком только с ними мы исправимся. И бочки тоже надо оставить. Я просто дико нервно-паралитические тратить не хочу. Особенно сейчас, понимаете, когда только мы начали раунд. Но... Мне кажется, может получиться безвыходная ситуация. Вы слышите? Топот ножек. У меня очень много друзей. Это все 7000 друзей ВКонтакте. Они все хотят со мной познакомиться. И чёрт возьми, я не хочу этого. Ребят, может быть, в другой раз, хорошо? Вы слишком страшны. Нет, вы нет, ребят. Вы потрясающие. Вы выглядите просто потрясающе сегодня. Все, абсолютно все. И ты тоже, и ты тоже. И как и я. Настолько потрясающие, как я. Хотя я не мыл голову. Утром я не мог ее помыть. У меня болела шея. А сейчас я не могу помыть ее. За мной монстры гонятся. Зажигательные. Нервно-паралитические пока дешевые. Я их беру. И аптека. Нормальный. Пока-то чё? Тут проход такой, знаете, противный. Мне он не нравится. Ай! Чё-то, чё-то! КДК! Как вообще можно столько ударов подряд нанести? То есть, в принципе, как это работает. Бьем по нижним. Кто-то еще жив? Так, в любом случае, проходят. Стоять не вариант. Как бы сильно ты не любил проходы, и в нем вот это моя любимая позиция. Вы ее знаете. Называется позиция... Отстрел твари. Постой, ты еще жив? Ты еще жив? Засранец. Как я мог... Вот просто как сейчас это произошло? Если он сейчас встанет, я не знаю, что будет. Я не знаю, что делать с собой. Не, он не встал. Нормально. А что еще делать, чуваки? Черт. Что бы я ни делал, выходит только хуже. Что такое? Ну, в принципе, а с нервно-паралитических много. Я бы... Топ левая. Ммм. Магнумно и дорого. Да и это тоже дорого. Что-то делать надо, ведь джипулька в конце придет. Хотя против него турельки хороши, потому что мы одни все равно не сможем, в принципе, особо раскидать. Ну, в принципе, и пистолет особого урона не нанесет ему. Так что я, наверное, сатану сейчас тут спущу. Ну, в принципе, я представляю, как даться с Джеком. Я, в принципе, имею определенное представление. Того, как я могу принять бой с Джеком. То есть вот эту... О, начинается! Шоу-даун! У нас, кстати, есть еще те прессы. Кстати, может быть, даже сработает. Куда он полезет? Эту бочку тоже начиняем. А я зову, сейчас ребятки еще будут подваливать. Я хочу дождаться Джека, потому что с этими парнями пока смысла нет, чтобы цаскаться. Куда же что с этим? Он как бы не так плох. Что-то и джипулька будет здесь. Будет неприятно. Цып-цып-цып-цып-цып. Джек-куля? Главное, под пилу к нему не лезть. В этом, кстати, с ним проблема, то есть... У-у-у, я тебя слышу. Чувак, ты откуда идешь? Я не могу понять, откуда он идет. Убегаем. Окей, бежим дальше. Не получается, ладно. Кстати, там, да, я не обчистил один схрон. Черт, я загнул. Ну ладно, ничего страшного. Что мне может пригодиться? Я бы адреналина взял, кстати. М-м-м, блин, я боюсь. Давайте возьмем аптечку. Что еще? Что еще мне потребуется? Ну, явно, паралитически будут его тормозить. Да, то, что надо. Что-то загоняю себя в угол сейчас. Собра, баба. Вроде бы тебя стрелять, чуваки. Уходим. Идем дальше. Он замедлен, чуваки. Он с пилами ходит помедленнее, так что нормально. Теперь отведем его к остальным турелям. Надоело? Иди за мной, Джек. И будем держать его там. В тех комнатах будет проще его удерживать. У нас будут турельки. Вот здесь хорошая комната, нормально. Вот здесь его будем держать. Видите? Отлично держит. Ну, в принципе, я тебя не прячу, Джек. Иди сюда, парень. Вот где он. Сейчас замедлим его перед этой штукой. Так, мне нужны зажигательные. Так, бочку я начинил. Отлично. Отлично. Мне нечего сказать, парни. Да просто держимся. Да, я знаю, что ты здесь, Джек. Все нормально. А, еще вот бочечка. Как думаете, справимся? У нас 40. Мы больше ничего сделать не можем. Теперь рассчитываем только на то, что у нас осталось. А это... Что-то возьмет ничего. Нет, бочку мы не начиним уже. Отходим. Я боюсь к нему с ножом подходить, парня. Ух ты. Из-за страны спускается. Пожалуй, я бы уйду. Скажи-ка, двери нельзя закрывать. Было бы классно. Нет, было бы классно, если двери можно было закрывать, он бы их выламывал. Вот это было бы огонь. Не, мы неплохо держимся, но мне сегодня не хватает ресурсов. Понимаете? Тут везде ноль. Как же нам быть? Как же быть? Что же делать? У нас нету ресурсов. Черт. Если бы пресса работали, то все было бы намного проще, конечно. То есть я бы просто убежал, собрал денежку и потом снова и силы атаковал. То есть в этом плане бы все упростилось. Но, черт, мне не хватает ресурсов. Прямо там... Черт, понимаете? За мной еще гонятся эти твари. Их становится только больше. Мне нужно найти Джека. Черт. Мне кажется, мы не победим в этот раз. О, здорово, Джек, давай. Ну, шансов у меня было немного, но черт, мы справились. Ну, то есть... Мы попытались. Это было неплохо. Мы долго... Да, кстати, у нас счет больше, чем обычно. Но, в принципе, новая тактика не так плоха. То есть мы держались с вами неплохо. Мы держались неплохо. Она держалась до последнего. Или он, скорее всего. Нет, я держалась до последнего. Но пока у меня не получается. Я не знаю, что с этим делать. Будет очень печально играть на ПК без всех бонусов, но я хочу попробовать. Следующая серия будет на ПК. Будем пробовать с мышью. Мышь. И клавиатурой победить, Джек. Потому что на контролере, не знаю. Дело все-таки не в нем, но я не могу победить. Просто нет. Мы столько раз пробовали. Я думаю, что на контролере это дохлый номер. Вообще, у меня была идея прокачать все. То есть изначально прокачать все. Например, выбить того же Альберта. Или типа того. То есть изначально все качнуть через, например, то же выживание. Тут есть как бы вот это ночной кошмар, а есть просто выживание. Я думаю, может быть через обычное выживание качнуть и попробовать уже играть, например, с тем же, ну скажем так, Альбертом или Дробовиком Н21. То есть, может быть, так бы у нас получилось. Я не знаю, но может быть. Даже с улучшенными пистолетами и патронами у нас бы что-то, возможно, получилось. Я не знаю. Это предположение. Всем спасибо за просмотр, ребята. Это была хорошая попытка. Спасибо за совет по тактике, но мы почти смогли. Мы были близки. Может быть, если у нас была бензопила, так, черт возьми, она стоит 3000 рублей. И это проблема. Ладно. До следующей серии, до следующего раза. И всем пока, ребят. Пока. Мне грустно. Субтитры сделал DimaTorzok